Мы хорошо начали эту игру, начали агрессивно, у нас получалось в нападении, забили много открытых бросков, выполнили нападение, план который планировали и играли, старались защитить агрессивные где-то и конечно допускали ошибки, потому что мы пропустили за половину 49 ячей, даже от команды, которая попадала в агрессию. В этом сезоне с хорошим процентом, это все равно много, надо еще и справляться. Во второй половине, когда был момент, когда надо было пережать, переломить этот ход и мы не попали в несколько открытых бросков, которые действительно были важны и нужны. Сегодня так получилось. Ничего, работаем дальше, идем дальше. Спасибо. Добрый вечер. В первую очередь хочу поздравить зрителя, потому что я думаю, что сегодня была интересная игра, такая игра была больше от нападения и думаю, что очень было интересно зрителям, которые находились в зале и смотрели эту игру по телевизору. По игре могу сказать, что, как сказал Вячеслав, мы выполнили план по нападению, но, к сожалению, во второй половине мы промазали абсолютно открытые броски, особенно в четвертой четверти. И я ребятам сказал, что Днепропетровская команда, которая играет 40 минут в одном ритме и в одном стиле. И как бы тут нельзя расслабиться ни на секунду. То есть ты можешь за короткий промежуток, буквально 2-3 атаки, ребята могут получить преимущество 10 очков и потом уже это преимущество тяжело будет ликвидировать. Поэтому, к сожалению, этот момент произошел. Ну и, конечно, могу лично поздравить Диму Глебова за то, что это действительно один из лидеров команды, который уже ни одну игру для Днепропетровска вытягивает, именно забивает ключевые мячи. То есть он забил не больше всех, да, больше забил, понятно, Саша. Мишула как бы тоже сыграл хорошую игру, но Дима забил именно те мячи, которые были переломные, которые, знаете, такие были уже, после которых было очень тяжело подниматься и стараться догнать. Поэтому в целом, да, можно сказать, что была неплохая игра, но, к сожалению, концовка, особенно четвертая четверть, провалили в первую очередь нападение. Продолжение следует...